чего там кто-то стреляет с той стороны все таки тут есть люди которые ходят во всякие рейды просто я обычно не замечал бродячих сталкеров но тут явно кто-то был но все выстрела уже прекратились и я вряд ли найду этих людей всем привет друзья мы продолжаем играть в the long road я решил все таки не брать контейнер коряги сразу а сначала сходить сдать инструменты поговорить по поводу радиостанции с бородой или с кем там еще придется и уже после этого будем возвращаться и думать также я все-таки попытаюсь попутно где-то скинуть хабар чтобы под разгрузиться по поводу спрячь там в ящик не в ящик сейф дело в том что в этой версии искоренили все такие места то есть да раньше это было действительно возможно не обязательно было покупать ящик можно было положить в пустой ну либо придется нычку активируйте мое что еще остается делать там 400 рублей сутки потратим 400 все равно уже сколько потратили в никуда он лишнюю консерву купил батон и на себя я купил столько батонов они есть по 300 грамм 9 батонов ну посчитайте сколько у меня тут килограмм батонов а все-таки я понял почему не нашел людей у меня наушники были спутаны мы все такие наушники затычки мне было лево и право перепутано соответственно я шел не в ту сторону не сторону выстрелов ладно фиг бы с ним хочу прикупить радиостанцию есть наличие а тебе зачем впрочем какое мое дело верно есть одна армейская лыковые радиостанция могу обменять на средненький артефакт сейчас ничего подходящего нет подходи как будет чего я всегда на месте ну офигеть средненький артефакт не буду врать я почитал комментарии там что-то пишут мол в зависимости от того у кого именно ты возьмешь радиостанцию якобы разная награда и написали что если взять у бороды то награда будет наиболее сочной не знаю о чем речь если ученые не четко сказали что дадут только оружие на вопроса 3000 ну блин стать странно 3000 и средненький артефакт средненький 2 уровня детектор медведь от стоит ли его покупать вот смотрите 15000 я же говорил я не сумасшедший а с чем тогда интересно связано то что 15000 и 14 999 она стоила потом вот эта акция прикиньте от сыча скидка 1 рубль на куртку добротно добротно подумаю подойду позже давайте-ка мы с вами все-таки сдадим я принес тебе инструменты для тонкой работы ну и соответственно получаем полторы тысячи рублев 2500 переносимый вес ну нет нет вы прикиньте если костюм новый стоит 15000 2500 это ощутимый процент от 15 и тратить это на старый костюм на улучшение его вот минус килограмм я бы качнул честно говорю но опять же но что опять же тут сколько минус сколько килограмм минус один нифига себе это так-то добротно но если я в любом случае сейчас буду брать ящик в аренду на сутки какая уже разница мы в любом случае разгрузимся поэтому мне уже личный ящик хотя стоп а чё делать он просит средненький артефакт где здесь есть относительно безопасные места где можно достать арты где-то не сильно обучишься не сильно там туда-сюда ну наверно это земснаряд там можно спрыгнуть в воду ты хапнешь очень много роды но ты добудешь арт это у нас огненная это огненная но в пещеру можно зайти там у нас правда химия тут химия вот тут электр кстати надо было сюда сгонять тут я тупанул надо было сгоним как я тупану я не знал что он от попросит средненький арт где же его тут возьму говорят что можно было мочить бандитов якобы это ни на что не повлияло бы но этому повлияло на то что я бы не мог там сохраняться в случае не мирного решения но звучит как полная фигня да реально в том плане что ну блин тут нельзя сохраняться как печально ноуту тут можно пройти 100 метров ладно 200 по туге но другой человек написал что нет награду дали повышенную плюс 1000 рублей плюс 20 патронов ну тоже кто-то скажет херня так бы ты достал плюс арт плюс хабар с бандосов ну не знаю я решил не выделываться пройти по мирному ну и короче придется идти на заем снаряд хотите вы этого или нет но сюда я точно не смогу пойти на малю котел на щас по сути буду просто так блин что ли время тратить ходить калории на смотрите я беру этот контейнер я могу оттуда достать артефакт но там есть артефакт который мне пригодится в будущем по квесту на янове ну да вот не проспойлер или ну что уж поделать прочитал коммент кривить душой не буду ну сказали что там артефакт душа который на янове пригодится якобы его потом сложно найти соответственно арт из контейнера коряги я не могу отдать бороде за радиостанцию верно верно соответственно что мы делаем дальше ну нам надо где-то взять art значит идем по аномалиям это земснаряд ближайшее место сказали что щупла можно менять но пока не буду потому что 20 дроби всяко побольше весят водка единственная мне кажется у меня маловато то точно не как уча радиозащита было бы у меня побольше радиозащита может быть мне не пришли столько тратиться водкой тут же можно еще и включать только броня выпить водки ремонт 516 рублей может поремонтировать хотя бы ну потратил 516 рублей правда радиозащита вообще не выросла зачем потратился спрашивается надеялся что хоть на одну полоску под прибавиться тогда по-любому надо покупать водку еще дополнительно одну сохраняемся идем на земснаряд с надеждой что там выпадет средники art во что я не верю честно признаться но я должен хотя бы попробовать если земснаряде не будет но наверно попробуем в пещеру сходить химическую химические аномалии обойти достать art это вполне реально но нам нужны средники арт кто-то скажет сейчас что я усложняю заплатить 3000 до дел с концом но видишь мне уже сказали что есть бурная более жирная награда собаку замочил дробаш тема хвостик будет нет во второй шапке да конечно не будет ребята о чем вы говорите ну что прибыл я получается на земснаряд сейчас начнется реальная пьянка потому что придется лезть в воду хапнуть краснючую роду как-то бежать оттуда потом запрыгивать но я могу реально умереть от этой радиации на этот видео артефакт совершенно точно вон пожалуйста плавает с кайфом этого на малю попал я даже не видел что передо мной было аномалия затем чем еще прикол то что мне теперь бежать с кодовского что за херня то ладно хорошо и номер два ну кто-то конечно скажет справедливо наверно это дурочего постоянно отгружаться идти заново но нет я смотрю на это с другой точки зрения с точки зрения концепции что у тебя есть точка безопасности где ты сохраняешься где ты подготавливаешься к ходке с мыслью о том что у тебя нет права на ошибку в этой ходке потому что не нажмешь f5 и в 9 а начнешь с безопасной зоны опять и из-за этого ты вынужден более аккуратно действовать и отсюда вытекают эмоции положительные многие там за реальный страх за жизнь персонажа и прочее прочее как я и говорил если хотите новых ощущений от оригинального сталкера проходя его там сотый раз просто играйте с режимом одна жизнь такого режима в игре нет как бы на уровне скриптов просто сами на одном селе играйте если вы умираете честно удаляете этот сейф эмоции будет совсем другие потому что ты знаешь что при смерти все ну конечно сложность мастер если вам кажется слишком жестко то можно и на ветеране но чистое небо на мастере это отдельный прикол если ты и зп еще возможно пройти на мастере то чем мне кажется нет но это уже ладно ну что дубль 2 где здесь аномалия охренеть она невидима ребята что я бы подел давай как-то обойдем давай пип-пип он ко мне идет смотрите тут два артефакта это раз так секунду тут антират надо будет использовать хочешь нет а подожди он его не улавливает вы поняли вот так вот а я мруша с человек вывел а так и знал что медузу я умираю тут уже нет шансов блин да ёпо твою уметь тут есть арт который не ловится и вот он средненький по-любому его медузой вопрос ой господи медведем добывать вопрос подожди секундочку а я же не могу вообще добыть арт средненький не медведем а реально вещь и как в этой ситуации быть может не все-таки тогда за 3000 купить и не под мозги никому ну вот смотрите на какой комментарий я ориентируюсь по своим видосам кстати радиостанцию лучшего бороды и выменивать награду чуть больше отцепит научники ну и 5 лайков соответственно и теперь вопрос что на чуть чуть больше если больше на 1000 рублей то надо ли сервать одно место и пытаться выбить артефакт плюс как мы с вами увидели хорошо я прыгнул земснаряд там у нас значит медуза которую я смог найти но второуровневый арт я не смог подобрать потому что у меня велес и вот тут создаю и вот тут вопрос так я вообще смогу средненький арт подобрать с помощью ой блин где скал велес чего отклика с помощью отклика я не смогу подобрать получается второго уровня бард и смогу его только получить из папа квестом то есть либо огненный шар с бандитством может стать разработками предусматривал хорошее прохождение можно такой но это бандиты надо и замочить и ты получаешь средненький арт который соответственно отдашь по квесту поэтому сейчас я попробую сходить в эту пещеру тут у нас тоже бывают артефакты кстати а ведь есть еще стопроцентная медуза вот в этой аномалии коготь но медуза опять же это же не средненький арт еще бы можно было эту медузу поставить был бы контейнер так скажем она все-таки дает минус 1 рады опа пошло пошло поехала оба да подожди мясной ломоть это уровень 2 же не ну-ка я паузу поставил по моему мясо ломтя это второго уровня вы арт слушайте-ка я думаю давайте сейчас возвращаться и дальше тут не бегать не прыгать потому что я и так могу сдохнуть на грубо говоря к пешком как-то от видели поэтому давай не вы не выделываться на к тому что дальше артефакт не искать по любому час аптечку используем последнюю к сожалению единственную но я очень надеюсь что этот ломать подойдет почему-то мне кажется что есть хуже арт на химзу который плюс один дает ну тогда какой-то даже кто-то скажет блин не знаю не помню ладно попробуем ну что друзья пробуем отдать ломать мясо я очень надеюсь что это level 2 арт значит радиостанцию ну и серьезно что ли сейчас ничего подходящего нет то есть этот арт не level 2 слушайте тогда мы возвращаемся к тому что я не найду арт уровень 2 без медведя какие артефакты тебе нужны заказ без детектора медведь то есть лишь минимум будет весь это 2000 он стоит ну если я покупаю медведь он стоит 10 косарей и мне уже будет бегать по аномалиям это почти гарантированно рода ну или у ром по химии от химии а что мне хорошо расскажет использую таблетку но она на 1 то есть смотрите минимум от минимум без зари и без медведя по аномалиям ходить смысла 0 но вообще кстати размен выгодный я потратил одну аптечку за 500 рублей а получил арт за 200 рублей до 2000 вас за 2000 рублей но он не средненький оказывается мне почему-то казалось что есть на химзу один артефакт какой-то видимо нет что же мы тогда делаем во первых покупаем аптечку опять же а реально ты сюда можно прятать все-таки прикол так все же по закрывали получается не все ладно прячем сюда часть барахла погнали дальше смотрите а вот я огненный шар нашел он разве не левел 2 ходу тоже нет там тоже всего плюс 2 было защиты от огня а что очень тут средненький арт является ладно смотрим рубец и все еще не оставляю надежды найти артефакт уровень средненький так называемый конечно капец то скорее всего придется таблетку использовать ну такие уж такая уж ситуация хау им погнали у нас 60 секунд рановато съел аномалия рубец спасибо да он вообще что нет арта да опа ну и этот шляпа хотя электро 3 но неужели электро 3 это не средненький арт слышать а тут не так страшно заниматься добыча артов как я думал этому будет страшнее мне кажется эти защитные арты тут вообще походу не канает ну или сделал бы разраб 11 средненький тире 2 простеньких был ваше красота блин слушайте вспышка точно должен быть левел 2 потому что хуже это бенгальский огонь если это типа не средненький ну и тогда хз да я вспомнил есть бенгальский огонь который дает плюс 1 электро тут плюс 3 вспышка и потом есть еще арт на мин на плюс 6 получается правильно только не помню какой честно говорю вам бы батарейка какая-то если это не средненький артефакт я расстроюсь да вы издеваетесь ну смысле но есть же бенгальский огонь на плюс 1 ну ну что это такое средненький артефакт короче тут надругались на система артефактов в оригинальном зп вспышка это последний уровень как раз таки артефакта он дает 6 электрозащиты но если тут та же градация но просто допустим разраб урезал характеристики защитные артефакты но получается вспышка и все равно крутой артефакт или что ломать мясо тоже взор припяти это плюс 6 артефакт на химзу тут плюс 3 он тоже дает то есть вывод такой что урезано это все почему-то ну хорошо если это урезано но в припяти это крутые арты считались по разрядности именно тут они не канают то есть и огненный шар не сканает если его найти а с откликом ты много не найдешь то есть а что мне предлагают разрабы но у меня есть уже два арта это 4000 ты сможешь не все-таки купить медведь я смогу более жирный арт и на что думать по этому поводу то есть раз два все дела вот так вот так ну допустим это мы часто попытаемся сделать какие арты тебе нужны мамин гусы колобок и тогда получается мы уже можно на зем снаряд и там точно найти артефакт который не улавливал с велесом при этом у нас есть 4000 рублей которые мы можем камбэкнуть это восемь будет но конечно это еще зря сделать я ультанул я это от груз сделать какой-то знаете какой-то ну бред что средненький а ёптать это не средненький оказывается в зп это вообще максимальные арты на защиту от аномалий допустим тут порезали защиту от аномалий но разрядность осталось или их снизили до разряда 1 и тип тут других артов нет на защиту от аномалий что вообще не понимаю прикола ну ладно пойдем теперь обратно туда вот так нам все равно что надо будет плотно так на из хавнеца не я думаю знаете если потратить много времени да я видел комменты что заря стоит 12000 на янове а тут типа 15 невелика разница вы сам видите это полтора артефакта то есть добывание тут артефактов это вообще не проблема если ты на это нацелишься ты на это будешь тратить время и ходить добывать арты полторы тысячи и 3000 рублей перепад эта херня при этом за комфортную игру то есть ты купился зарю на 3000 дороже но при этом ты регулярно добываешь арты для себя это вообще не проблема теперь добываешь арты еще и вкусные арта до начнем с этого то есть единство вопрос теперь да ладно 5 патронов мало 6 что у меня начинает гореть лютые конечно ничего полезного еще знаете что обидно что еще нихрена не дают ладно пофиг а потом кто то есть алю это бандиты а вы знаете чем прикол то что они мне враждебно будут я не прикалываюсь они мне будут враждебны и читал комментарии что теперь бандиты враждебны но написано так некоторые отряды я уверен что именно эти враждебно знаете почему потому что купил себе медведь что будем стрелять тогда получается ну конечно подскочил бы когда мне не было детектора я пришел тут не было бандитов как только у меня появился детектор и тут точно если был 2 арт бандиты быть появились да просто обидно что меня оба оба сначала объявили с артефактом извините за выражение что оказывается это не средники тогда такой ладно хорошо я сыгра по вашим правилам я возьму медведь я потрачусь я потрачу время и пройдусь по аномалиям я согласен на это а бандиты 5 появились я просто уже за 55 минут веду запись мы 53 хорошо и обычно это уже к концу подходит дело а тут я не один квест сука еще не выполнил за серию и значит еще час минимум записывать ну чтобы какой-то хотя бы контент был за серию они как я бегаю просто арты побираю потому что видите ли арт который в зп был максимально на защиту оказывается тут он не средненький ну опять я еще в аномалию попал ну какой пиздец блять еще отбить отгрузка не ладно смотрите давайте так наверняка мы знаем то что назем снаряде есть нужно мне а левел 2 артефакт соответственно что я делаю я иду беру обратно свой пистолет форт с бронебойными патронами и отправляюсь назем снаряд мочить бандитов после чего как-то мне нужно забрать артефакт при этом не умереть потому что прошлый раз я сдох там я не успел дойти до выхода из болота а у меня не был рынок а у недели отсюда просто и ту же воруют ну не будет просто так тут открыто 5 у меня украли бронебойные патроны у меня украли консерву у меня украли жекам и щупальца кровососа который мог поменять на 20 дроби потому что я ломать мясо тут не считается средненьким артом то есть я пропал только что 50 минут 57 минут потому что мне нужно отгружаться спасибо большой человек который посоветовал спрятать 5 сюда да и конечно сами на вот конечно сами на тогда не буду отгружаться наверное не буду вот такая вот цена ошибки 20 дроби украли бронебойки украли жиган убрали и 2 артефакт которые средненькими считаются хотя в оригинале это максимальный арт на защиту от аномального воздействия это пизде положи в тот контейнера же лутается ничего просто так разраб не делает если наставил что дурак то есть разраб хотела пофиксить бесплатное хранение игроков и вот он оставил контейнер ну вот он дурачок забыл да забыл очевидно что это ловушка разраба ну нет положи а я дурачок доверился ну да вот мне посоветовали ну а чего бы не положить хочу еще раз чекнуть эту аномалию а сколько все мнение ладно давай сожжем не артефакт 2 уровня тут нет господи нихеросе что происходит соответственно мы отгружаемся ну надо все-таки надем снаряд эти что делать хорошо что арт еще не украли да кто-то скажет то получается я бы просто так потратил вот так у меня ходит санны 4000 будут которые восемь и которых все равно не хватает на зарю на затоне а у нас разве на мосту преображенского нет там они вот там они есть но если артефакты вообще в аномалию коготь можно сходить хвостик дашь понял вот такой этот мир жестокий а как вы хотели фиг тебе не артефакт помогите помогите чего выделить прыжок веры и и шерстянула модельку на секунду ну что , ну дайте один хвост вам жалко что ли вы цари вся я область камня стягивается сразу же появились со всех ой а еще прибежала шапка у тебя есть это значит так мне уже личный ящик на один день четыре на три дня тысяча то на один день наверно пока если стать вещи других местах то они могут быть безвозвратно потеряны то я понял хоть бы раз выпал средненький артефакт а прикиньте если средненький артефакт это максимальный артефакт level 3 так называемая третья разрядности найти который можно только с помощью велеса вот это будет рофл при этом пишет что душа якобы подходит но душа это между прочим перворазрядно от своей категории восстановление здоровья хотя их по моему всего два душа и не даже душа колобок есть еще короче пришел сюда все посмотрим есть ли чё ну должна быть как минимум один арт медуза если вы не вырезали ну сомневаюсь что ломать мясо это левел 2 но вообще вы верни камень цветок он еще плюс один всего защиты имеет и у меня опять не хватило водки чтобы вывести как я за и хлеба теперь все все съел я не знаю мне все не слава богу все не слава богу все через одно место хотел бы сохраниться сходить до аномалии соснодуб мы можем теории попытаться вдруг там что будет можно было еще заглянуть в огненную аномалию на этом просто сгорю нахрен то есть там нужна именно защита от огня никакие таблетки против этого не помогут был ли кстати хоть один мод где попытались сделать какой-то май по моему было слушай по-моему я игра в какой-то мод где была типа мазь который повышает сопротивление огнестойкости но огнестойкость повышает блин или огонь у опа первый блуждающий арт ну может это не блуждающий ну вот говорят что душа точно подойдет мне все таки она выпала прикиньте мне писали что в контейнере есть душа ни в коем случае ее не отдавай по этому арт на квесту потому что душа тебе пригодится якобы в этом но в кости на янове в итоге мне падает душа вот так просто но это не блуждающий скорее всего мне кажется что это из этой аномалии он поспавнился ну давайте сучара по одному буду делать шуму минус 1 остальные уже как-то что-то не особо ко мне спешат успел короче там есть артефакт по-любому внизу как я понял или думаете это верхний сомневаюсь что здесь сверху арт вообще в принципе есть ну да не будут какой-то level 3 которые только велесом читается либо хрен его знает так на смотрите значит вот этот артефакт плавает я не могу сохраниться могу только захавать таблетку для химзы химзащиты полная херня возможно даже зря потратил таблетку алтуча моргает опять же даже если это арт он был ловился уже с такой дистанции в принципе что мы еще можем железный лес сгонять но опять же скорее всего душа это уже норм арт я так думаю поэтому сейчас мы как раз таки возвращаемся сохраняемся 10 400 плюс дроби 10 10 дроби наверное все-таки мало чтобы снорков зачистить поэтому что сохраняемся верим на слово что душа из контейнера бы подошла по квесту и иема давайте эту найденную душу после чего возвращаемся сюда с рации дополнительными патронами дроби которые там по-моему выложил блин а если они выложил придется покупать ему вот сайте кровь камней химза плюс 1 у меня там есть арт получается ломать мясо химза плюс 3 средне что такой средний арт ну так они буду шнить средние соответственно не самый плохой но не самый топовый вот есть самый плохой то есть как минимум art ломать мяса которое нашел он либо средний либо самый топи в но он не подходит но так бы и написали что нужно именно вот эти три арта душа ломать копте копте ломтя все нет любой средни alphabet я принес средниеcip за два средненьких ни один не подходит но это же тоже не дело час 20 запись я ни один квест не выполнил зато бегал по артам но на самом деле это отчасти важно мы наконец-то занялись добыча артефактов изучили эту тему подбывали арты но это кстати не так страшно будет куртка получше еще и прокачана вообще будет класс ну что ты падла я принес артефакт душа по рукам жаль конечно расставаться но уговор есть уговор тварь цель почему найти арты берет полторы и вообще полторы а вот так она то есть арты level 1 так называемая не средненькие берутся по полторы средненькие по 2 но это не средненькие они по квесту не подходят имейте ввиду главное тут не перепутать и того у нас полторы плюс полторы 3 плюс 4 7 тыж дополнительно есть по артефактам много мало сами думаете дроби у меня дополнительно нет то есть придется покупать но его у спать до 8 до 8 выброс произошел рация весит 8 кг еще маленько дроби придется закупить 500 рублей это пиздец как дорого но надо будет так рацию отдаем это пока тут все окей это есть водка есть на всяк случай 1 птичка есть мы идем сейчас за контейнером но и отдать рацию чтобы хоть какие-то квеста за эту серию выполнить ну и попутно конечно опять же заглянем в пару аномалий чего бы и нет опачки артефакт имеется вау а это что-то ценное вся рада вывелась отлично это что-то ценное кстати сейчас вот выпал средненький арт я конечно не знаю считается ли он таковым по мнению разработчика такая корова конечно нужна самому минус 2 тарады полтора килограмма он весит е-мое но я бы не хотел его продавать я сейчас задумался о том что нам нужны арты на продажу теперь чтобы опять же было на зарю плюс купить переход плюс туда-сюда еще посмотрим может деньжата сыпет еще по квесту хотя бы три копейки раздобыл старую радиостанцию держите спасибо скитарис вот оружие как и обещал и патронов немного вам это явно нужнее ну ладно больше награда не больше хзм берета 40 патриков не знаю на что бы это повлияло но сейчас я на перегрузе мне не хватит килограммов чтобы взять рацию я уже хочу реально законченную серию к сожалению получится такая минимум квеста сделал по сути сейчас это сделаю ну контейнер еще принесу будет два коста это совсем тухло но опять же побегали арт пособирали было сюда сгонять там радиация но ничего радиопротектор бахнуть и норм но если я хочу сейчас все-таки выполнить квест на контейнер то нужно выполнять его и больше не искать артефакты но еще придется аптечку наверное использовать здоровье только половина вам посмотрим собачки мне нужно было с той стороны прыгнуть потому что я сюда не допрыгиваю хотя почему не допрыгивают если так прыгнуть да попробуем норм опа опа что-то они там засветились и в смысле а куда бы я прыгнула с этого выступа что-то я не понял я как-то не так прыгаешь иди ты короче спустился сюда сейчас будем с мочить снорков для этого нам надо будет выбросить пока что контейнер и из дроби и маленько трудно потратить маленько потратить дроби благо есть сейф здорово мужичок при тебе ничего но давайте нападайте ухты вот это я дал ничего полезного но это понятно тоже сдох существенно все с одной пульки будем убивать то я не разгружусь за тоже и фасан с часть мутантов было да ладно а по считается ли это укрытием да в теории да а чё нет да уж все равно с килограммами проблема уют в общем мне пришлось выкинуть ногу снорка съесть два батона хлеба выпить энергетик все для того чтобы ровно нести этот ящик еще один бинтик выкинул все самое неприятное что когда я выйду из этой ямы меня на выходе будет ждать еще один смог и если я его не убью сперу раза не заносит это проходить заново пережидать выброс что как бы не очень хорошо не выпрыгивает пола смотри какой то есть я должен им на земли качество коснуться но вы видели какое бы ну что за вот как я ненавижу именно вот это дерьмо когда чел в полете менять свою траекторию полета он уже от прыгнул в определенном направлении у него нет крыльев он не может корректировать свой полет бля здорово все о душа у него есть отдельный заказ арт за 4 тысячи он берет кстати но выверт я никак не могу продать тут понятно слишком он мне нужен держи контейнер давай делить хабар форт мой старенький но убойный страх ладно бери отлично медицинский набор оставь себе аксу артефакт меня ночная звезда главной war stalker давай мне тебя так уже много подожди и мне говорили что выпадет душа и то есть получается что нужную душу я таки нашел но отдал а вместо души мне тут выпал ночная звезда и соответственно квест на янове мне все равно придется душу искать понятненько всем спасибо счастливо ссылка на турист в описании увидимся в следующей серии и пока в следующей серии